Николай Чудотворец, Николай Свидетель, Николай Угодник. Много имен и одна народная любовь. В храм Святой Троицы прихожане шли задолго до начала праздничной литургии. В летописи прихода за последние пять лет это первые привезенные мощи, первые и необыкновенно ценные. Поклонница святыни Оксана Залилова пришла вместе с долгожданным младшим сыном, прохиливану меньше месяца. Это святое место, а святым местам со святым ребенком это чудо, которое дается нам. Поэтому, мне кажется, это самое лучшее, что можно. И спасибо всем, что мощи Николая Угодника сюда привезли по этому чудотворцу. Поэтому спасибо всем огромное, я не знаю, за такое чудо. У него прошу об учебе, чтобы учился хорошо, чтобы не болел никто из моих родных, чтобы помогал в трудных делах. К Николаю Угоднику обращаются и в горе, и в радости. Его молят о материнстве и здоровье, о достатке и успокоении души. В древних писаниях хранятся рассказы о чудесах святого, и истории эти передаются из поколения в поколение. Одна из них случилась в 70-х годах, когда после закрытия ресторана девушка не продала разгулявшимся посетителям бутылку горячительного. Она не стала этого делать, они ее пригрозили. И вот она шла через мост, они с той стороны ожидали его. Но она никогда не ходила в церковь. И она знает, что мама молила святителя Николая, всегда почитала. Она говорит, мамин Никола, помоги мне. И вот, представляете, он явился вживую рядом с ней, шел, она не видела его. А они говорят, ну что, стариков провожатые пригласила, он каждый день тебе водить не будет. Я говорю, смотрю, вправо-влево со мной никого нет. А в них в глазах старик ее сопровождал, то есть святитель Николай. На богослужениях родители с грудничками, воспитанники детсадов, юные кадеты и ученики. Арина Левко в пятом классе воскресной школы. Ребята изучают старославянскую грамоту, молитвы и житие святых. Спасает он людей с одноморского, с одномирского и с одна страстей. Старушка молит, будет утешение, ребенок просит и ему дает. И узнику пошлет освобождение, и путника в дороге проведет. Слова поздравления верующим передали глава муниципалитета Галина Лапковская и депутат Окружной Думы, основатель благотворительного фонда «Благодарность» Владимир Семенов. Он отметил, сегодня особенно важно воспитывать духовно-нравственную молодежь, возрождая традиционные ценности нашего народа.